Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Здравствуйте! Ну, вы, наверное, слышали, что у нас тут происходит. Раньше это касалось только системы образования, это касалось поп-культуры, кинематографа, академии. А сейчас, похоже, они в полной мере взялись за армию, за один из институтов, которому еще доверял американский народ. Вот наверняка вы за этим следите. Да, Сергей, то, что происходит сейчас в американской армии, настолько ошеломлительно, настолько ошеломляет, что, в общем, я решил, что стоит поговорить об этом сегодня, тем более, что в последней передаче мы больше говорили об израильских проблемах, но вот, к сожалению, приходит время поговорить и о том, тех, на мой взгляд, совершенно ужасных вещах, которые происходят в США. И это действительно настолько фантастично, что в это трудно поверить, поэтому, в общем, к сожалению, нам придется сегодня говорить о вещах очень и очень серьезных и опасных для будущего, не только Америки, разумеется, но и всего, свободного мира. И так, по сути дела, пока объединенный комитет начальников штабов американской армии энергично зачищает свои ряды от мнимых идеологических противников, да, именно это происходит сейчас в Америке, надо понимать, что реальные враги США все больше воодушевляются и наглели. Но начнем по порядку. В ходе слушаний по утвердению своей кандидатуры в Сенате министр обороны США генерал Ллойд Остин, представитель новой администрации, представил весьма зловещее описание собственного видения миссии Пентагона. Начал он, правда, довольно мягко и вроде бы разумно. Задача Министерства обороны, сказал он, уберечь Америку от наших врагов. Но тут же добавил, но мы не сможем сделать этого, пока некоторые из врагов остаются в наших рядах. Понимаете, это звучит очень-очень похоже для тех, кто вырос в советской культуре, и это действительно не случайно похоже, это именно оно и есть. Вступив в Пентагон неделю спустя, Остин издал приказ о двухмесячной приостановке всех действий для всех подразделений вооруженных сил США, которое потребовалось для того, чтобы командиры, слушаемся, получили возможность разобраться с врагами в наших рядах. Враги в наших рядах. Это были те самые дни иступленной истерии, которые последовали за так называемым бунтом или пресловутой оккупацией Капитолии, якобы совершенной сторонниками бывшего президента Дональда Трампа 6 января. И тогда участников протеста заклеймили как внутренних террористов, представляющих экзистенциальную угрозу Америки как Конституционной Республики. И тысячи солдат Национальной Гвардии были мобилизованы для защиты Капитолия, защиты Капитолии. И фактически этот народный дом Америки, с возведенным вокруг него ограждением из колючей провоки растянутой, чтобы защитить его от народа, по сути дела, стал куда больше похож на военную базу или тюрьму. Участников протеста, которые пришли 6 января на Капитолийский холм, выслеживали и арестовали федеральные власти как террористов самого опасного звена, как самой высокой опасности. И большинство арестованных людей по сей день остаются в заключении, несмотря на то, что их не судили. Многим не были предъявлены даже обвинения. Никто из них не обвиняется, тем более в серьёзных насильственных преступлениях. И большинство вообще не имеет никакой судимости. Да, речь идёт о обычных нормативных гражданах. Да, республиканцы пришли к Капитолию с протестом. Но, в общем, на этом их преступление, в кавычках, и заканчивается. Единственным человеком, умершим в насильственной смертью, кстати, на Капитолийском холме 6 января, и мы должны помнить об этом, стала участница протеста, ветеран ВВС Эшли Бэббит. И она была застрелена сотрудником полиции Капитолия под прикрытием. И личность офицера так и не была раскрыта. И расследование его действий было предпочено без принятия каких-либо дисциплинарных или юридических мер в его отношении. И хотя все эти факты вместе взятые наводят на очевидную мысль о том, что демагогия о якобы произошедшем там бунте является заведомой ложью, министр обороны Остина и его генералы продолжают утверждать, будто бы события 6 января были действительно столь ужасны и опасны, как их представляли средства массовой информации и лично на НСПО. Более того, хотя ни малейших доказательств того, что протестующие пришли в Капитолий для того, чтобы продвинуть программу сторонников превосходства белой расы, не было представлено. То есть ничто не говорит о том, что там действительно собрались какие-то белые расисты, супремасисты и что-то такое там хотели устроить. Тем не менее, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, намекнув в показаниях Конгресса на то, что протест на Капитолийском холме якобы был продиктован идеями белого превосходства. Почему? Ну вот так вот он считает. При этом и Остин, и Милли, и все их коллеги используют по меньшей мере искажённые описания событий. Назовём это искажённым описанием, если не говорить просто, что это откровенная ложь. И это искажённое описание событий они используют как оправдание своих яростных усилий по зачистке армии США от так называемых врагов внутри своих ряду. Ключевым компонентом этой зачистки, а другим словом это не назовёшь, потому что это именно вот такой вот марксистский термин, подходящий именно для того, что происходит сейчас в американской армии. Так вот, ключевым компонентом зачистки стала идеологическая обработка. Офицеры, рядовые, лётчики, моряки, морские пехотинцы теперь вынуждены изучать и усваивать прогрессивные тексты и другие материалы, которые соответствуют так называемой критической расовой теории. Я первый раз, когда столкнулся с названием «критическая расовая теория», подумал, что это что-то из времён Евгейники, начала XX века, нацизм, фашизм, рассуждение о том, что одни расы лучше других. Но нет, оказалось, потом я, конечно, был потрясён своей наивностью, собственно, «критическая расовая теория» — это как раз современная и прогрессивная идея. И вот ветеран армии, я, конечно, говорю это с сарказмом, ветеран армии сенатор-республиканец Том Коттон из штата Арканзас определил этот термин в статье National Review таким образом. «Критическая расовая теория отвергает принцип равенства, ставший законом, сформулированным в Декларации независимости, и мотивировавшим реформаторов гражданских прав на протяжении многих поколений». Эта теория утверждает, будто бы американский идеал, принцип равенства, он является фикцией, используемой белым большинством для подавления расовых меньшинств, а следовательно, будто бы Америка является по своей сути расистским государством. Поэтому, утверждает критическая расовая теория, единственным способом положить конец якобы существующей дискриминации расовых меньшинств является системная дискриминация в их пользу, понимаете? То есть защита прав человека подменена совершенно откровенной подлостью дискриминацией белых в пользу разных расовых меньшинств. Потому что, говорит критическая расовая теория, Америка по сути своей расистское государство. То есть та Америка, на которой, по сути, держалась демократия мира и которая была светочем для всех других народов, оказывается теперь, согласно этим марксистам, дорвавшимся до власти, в США сегодня это расистское государство, которому нужно положить конец и в первую очередь применяет дискриминацию против белых. Но вот на фоне общественного возмущения, вызванного решением Объединённого комитета начальников штабов, то есть штабом американской армии, принудить военнослужащих к прохождению тренинга по критической расовой теории, сенатор Коттон и республиканский депутат, тоже республиканский депутат палаты представителей Дэн Кренши из штата Техас, они задали горячую линию для тех военнослужащих, которые почувствовали себя подвергнутыми идеологической обработке. То есть это же шок, американцы не готовы к этому, они же не бывшие советские люди, которые знают, как можно в одно ухо впустить и в другое выпустить всё это вот билиберду, марксистскую, которую будут лекторы обучать. Американцы в этом смысле люди наивные, но тем не менее многие почувствовали, что, грубо говоря, с их мозгом вступили в совершенно незаконную половую связь все тексты и нарративы критической расстройной теории, они стали жаловаться и сообщать о том, что происходит у них в частях по горячей линии вот этим двум республиканцам, сенатору и представителю палаты представителей. И вот на слушаниях в Комитете Сената по вооружённым силам в прошлом месяце Коттон представил Остину, министру обороны, некоторые из своих выводов. Сотни жалоб, то есть речь идёт о массовом явлении, сотни жалоб, полученных двумя законодателями, ветеранами, республиканцами, стали ужасающим свидетельством буквально сталинских чисток или, можно сказать, культурной революции в стиле Мао, царящих сегодня в американской армии. Обязательная антиэкстремистская подготовка включает разделение солдат и офицеров по цвету кожи и полу. Белых мужчин заставляют извиняться за свои физические качества перед представителями разных рас и полу. Старшие офицеры инструктируют своих солдат, что, мол, армия США — это российский институт. Не российский, да? Российский. И солдаты учат тому, что полицейские силы якобы системно-расистские, яростно настроены против меньшинств, их учат тому, что белые пользуются привилегиями благодаря своей пигментации и, как следствие, обязаны уступать место небелым и с радостью соглашаться в собственной дискриминации в интересах справедливости. Это всё больше напоминает даже вот, ну, может быть, даже не столько ранний Советский Союз, там, начало 20-х годов, а вот уже Северную Корею, где есть сословия, которые поражены в правах навсегда. В Советском Союзе, по крайней мере, был шанс у... Ну да, ты, допустим, сам из какого-то неправильного класса, и тебя нужно унижать и дискриминировать, но твои дети могут уже вырасти простыми советскими людьми и достичь каких-то там высот. В Северной Корее этого нет. Если вы принадлежите вот этим классам, поражённым как бы по определению, бывшим богачам условно, то все поколения этих людей, они как бы поражены в правах. Все поколения. И вот примерно то же самое мы теперь видим уже и в Америке, где белые мужчины, они как бы поражены в правах по определению. Неважно, даже если они принимают с радостью все вот эти вот новые жуткие нарративы. Но одной интоктринацией дело не ограничивается вот такими тренировками. Это всё распространяется также и на списке чтения для военнослужащих. Так, адмирал Майкл Гилдей, начальник военно-морских операций США, раздал всему военно-морскому персоналу список для чтения, среди поручего включающий книги, призывающие, например, к искоренению капитализма и запрещению межрасового усыновления. То есть, понимаете, если, допустим, белая пара берёт негритёнка, то это расизм, и это запрещено, не имеет права брать. Негритёнка должны брать только негры и, соответственно, выращивать его, так сказать, без шансов стать человеком, которым он мог бы вырасти в белой семье. Книги из списка Гилдия критикуют Соединённые Штаты как неизменное и безнадёжное расистское зло. Обязательные списки для чтения для курсантов военных академий содержат аналогичные тексты. И вот сенатор Коттон заметил Остину, что в результате ширкомасштабной политической обработки я цитирую, «Мы слышим сообщение о резком падении морального духа, растущем недоверии между представителями разных рас и полов, которого не было всего шесть месяцев назад, а также о неожиданном всплеске отставок и уходов на пенсию, связанных с этими тренировками». Понимаете? То есть, с одной стороны, конечно, этот совершенно фашистский нарратив, марксистский, фашистский нарратив, разделяющий людей на разные расы и подчёркивающий разницу между людьми и дискриминирующий белых, он ведёт к падению морального духа, то есть люди, которые пришли защищать свою страну и любить свою страну, они теперь начинают, как бы, они теряются, они не понимают, за чего всё это нужно, если их здесь унижают и притесняют, зачем им это нужно. И, конечно, растёт недоверие между представителями разных рас и полов, то, что раньше не могло прийти в голову даже. Люди были вместе, они жили вместе, они проходили тренировки вместе, они воевали вместе, но теперь их разделяют на белых и негров, и они начинают думать соответственно. И всего этого не было ещё полгода назад, то есть до тех пор, пока эта банда не пришла в Америке к власти, всё-таки это всё было по-другому, американцы были американцами, теперь их быстро превращают в таких вот советских, марксистских зомби. И, конечно же, это ведёт к тому, что многие срываются и уходят в отставку, уходят на пенсию, кого-то, видимо, выводят, потому что они не хотят, не готовы проходить эту самую зачистку, и эту эндоктринацию, и тогда их провожают в отставку или на пенсию. И самое ужасное, наверное, то, что всё ведь это происходит не в вакууме, пока объединённый комитет начальников штабов американской армии энергично защищает свои ряды от мнимых идеологических противников, реальные враги США, они ведь не дремлют, наоборот, они всё больше воодушевляются и наглеют. На этой неделе контролированный правительством Китая издание китайское опубликовало трёхэтапный план вторжения и завоевания Тайвана. И это уже второй план войны с целью вторжения в Тайвань, опубликованный китайским правительственным изданием за последний год. То есть китайцы потихонечку готовят общественное мнение к тому, что Тайвань они захватят. И несмотря на то, что мощь США в Тихом океане во многом основывается именно на приверженности Америки независимому Тайваню, у Пендагона сегодня нет чёткой стратегии и защиты от странной демократии. Хуже того, отсутствует и стратегия, которая позволила бы Тайване защитить себя самостоятельно. Союзники Америки в Азии всё более открыто выражают тревогу по поводу этой американской как бы усталости, что ли. В представительном выступлении, состоявшемся в прошлом месяце в Институте Годзона, заместитель министра обороны Японии Ясухиде Накаяма предупредил свою аудиторию о том, что время уже упущено и что США необходимо срочно начинать сотрудничать с Японией в разработке стратегии защиты Тайваня. И в заключении своей речи он фактически просто умолял, призывая «проснитесь, мы должны проснуться». Что именно нужно США, чтобы наконец проснуться и заметить происходящее? Может быть, среди прочего китайский военный флот? На прошлой неделе конгрессмен-демократ, кстати, Эллен Лурия, она капитан второго ранга в отставке, отметила в «Волк-стрит-джорнале», что если в 2010 году, ещё 11 лет назад, военно-морской флот США был больше, чем у Китая, то есть корабли военные у США было больше, чем у Китая, то сегодня китайский военный флот уже больше, чем американский. Но вместо того, чтобы оценить ситуацию и сократить разрыв, флот продолжает списывать корабли гораздо быстрее, чем закупают новые. И вот Эллен Лурия, которая понимает в этой ситуации, она, повторю, капитан второго ранга в отставке, и она демократ, то есть нельзя уличить в том, что она тайная приверженка Трампа. Она предупреждает, что нет никакой корреляции между планами Пентагона по закупкам для ВВС и ВМС и их стратегической миссией по защите США от Китая. То есть вместо того, чтобы думать о том, как защитить США от наиболее реального противника сегодня, Китая, они просто распиливают бюджет, покупают и спускают, как бы там, списывают старые корабли, покупают новые, видимо, какие-то раздают заказы государственные, все это обрастает большим количеством бюрократии, все замечательно, все работает, но к главной миссии военно-морского флота и ВВС американских защитить Америку от внешних врагов это вообще не имеет никакого отношения. И вот Лурия критиковала попытки Милли преуменьшить серьезность наступательных планов Китая в отношении Тайваня, отметив, что, например, адмирал Джон Акилина, глава Индотехиокеанского командования вооруженных сил США, рассматривает ситуацию куда более срочную и безотвагательную, нежели она видится Милли. В прошлом месяце Милли заявил Конгрессу, я думаю, что вероятность нападения Китая на Тайвань, цитирую, в ближайшем будущем вероятно невысока, сказал Милли, чиновник. Но Акилина, который является, в общем-то, большим профессионалом в этой ситуации, напротив, говорит, что Китай может быть готов к атаке на Тайвань уже в ближайшие 6 лет. Мы видели вещи, которых, как я думаю, мы не ожидали, сказала Килина, и поэтому я продолжаю говорить о срочности. Но Китай ведь не единственный враг США, которого Пентагон не хочет воспринимать серьёзно. На этой неделе Остин и Милли вывели все силы США с авиабазы Баграм в Афганистане. Баграм на юге Афганистана, я напомню, был важнейшей базой США на протяжении всей долго американской войны в этой стране, фактически 20 лет. Для защиты отступающих войск, возможно, и требовалась секретность, но американцы не проинформировали о своём отступлении своих афганских коллег. И в итоге у афганского командования не было возможности организовать контроль над базой и огромное количество военной техники, которую оставили американцы. И в результате, как только стало известно, что войска США покинули базу, Баграм был разграблен толпами мародёров, растащивших там буквально всё. Но это не просто они растащили винтики, это туда пришли талибы и забрали эту технику. То есть американцы ушли, оставили афганскую администрацию. Но мало того, что афганская администрация сама себя не может защитить, так её ещё поставили в такую ситуацию, что вся эта военная техника, вся инфраструктура оказалась в руках талибов. Со стратегической точки зрения вывод американских частей с базы Баграм оставил афганские силы без поддержки и без необходимой подготовки или способности защищать как оставленную военную инфраструктуру, так и вообще самих себя. Неудивительно, что талибы восприняли этот шаг как верное предвестие своей будущей победы. По сути дела, сегодня они контролируют порядка 70% территории Афганистана, уже талибы. Американцы уходят. Этот ход при Байдене принял характер такого бегства просто тотального. Американцы бросают свои базы и уходят. Талибы их захватывают, потому что администрация афганская не способна организовать получение этого в свои руки. И в итоге получают уже и тяжёлую технику, и боеприпасы, инфраструктура и всё, что угодно. И большая часть областей афганских она уже в руках у талибов. И на фоне этого талибы сейчас ведут диалог со своими соседями с иранским режимом. Не то, что им легко навести этот диалог. В конце концов, одни экстремисты шииты, другие экстремисты суниты. Как мы понимаем, так просто они не договорятся. Но у них есть сегодня общий враг, это афганское правительство и американские войска. И вот на этом фоне мы видим, что талибы ведут активно переговоры не только в Москве, но и в Тегеране с режимом Айату. С тех пор, как Джо Байден вообще вступил в должность, сдерживающая позиции США на Ближнем Востоке, она буквально обрушилась. То есть не только Афганистан, который, например, отзряли далеко. Вот в ответ на атаки американских позиций в Ираке, организованные проиранскими боевиками, Байден распорядился нанести авиаудары по двум базам снабжения, которые обслуживали проиранских опаученцев вдоль иракско-сирийской границы. Но, как отмечают арабские журналисты Варабьюз, эти удалённые базы почти не влияют на оперативную готовность или возможность боевиков. Иными словами, этим бомбардировки мало чем отличались от бомбардировок пустых зданий. То есть, по сути дела, американские войска подвергаются атакам со стороны проиранских группировок. А ответ, это вот такой формальный ответ, побомбить где-то что-то там, фактически пустые здания, просто чтобы показать, что они что-то побомбили. Но, в общем, никакого ущерба ни иранцам, ни их марионеткам нанесено не было. Зато, в свою очередь, Иран и его ставленники, не теряя времени даром, немедленно продемонстрировали в ответ на эту бомбардировку пустых баз то, что американские удары совершенно не пугают. То есть, наоборот, им дали возможность показать, какие они большие храбрецы и никого не боятся. В ходе минувшей недели прокатилась буквально волна атак на войска союзников и объекты США в Ираке и Сирии. Вслед за ракетными ударами и атаками беспилотников по американским войскам в Ирбиле, например, последовали аналогичные нападения на посольства США в Багдаде. И в течение недели американские силы, охраняющие нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии и в Басре на юго-востоке Ирака уже тоже подверглись атакам. Ну и, наконец, конечно же, был взрыв танкеров в порту Дубая, который сотряс весь город в середине недели. И подозреваемым в этом тоже является представитель хуситов, то есть иранских моря и не так елены. И всё это указывает на то, что Иран уверен, США и пальцем не пошевелят, чтобы защитить себя, опасаясь поставить под угрозу свои усилия по умиротворению иранских властей. Мы же это всё видели уже при Обаме. При Трампе иранцы, конечно, себя так не вели, потому что они знали, что Трампа лучше не злить. А здесь они понимают, что Байден перед ними заистит. Ну не Байден, этот слезняк вообще ничего не значит, судя по всему. Перечислился до его администрации, тем, кто правит от его имени. Вот эти люди, они пытаются задобрить иранский режим любой ценой. Поэтому сейчас можно плевать в лицо американцам, делать всё, что угодно, всё равно как бы они не ответят. А если будут отвечать, то чисто формально, для того, чтобы успокоить общественное мнение вот на следующий день после приказа отбомбить базы боевиков вдоль иракско-сирийской границы, Байден встретился с уходящим президентом Израиля Рувином Ривлином, который прибыл в США с прощальным визитом. И вот было совместное выступление в овальном кабинете, где Байден зачитывал все свои тезисы из подсказок, которые держал в руке почти не таяться, включая и приветствия. То есть вот буквально как в анекдотах про Леонида Ильича Брежнева, который читал с бумажки и читал «Олимпийские полица». О-о-о. Так вот, Байден тоже читал «Я хочу поблагодарить президента за то, что он здесь». Ну, спасибо. И тогда же он прочитал другую записку, которую ему всунули в руку, о том, что Иран никогда не получит ядерное оружие в мою каденцию, заявил Байден. Но уже через несколько дней после визита Ривлина госсекретарь США Энтони Блинкен снял экономические санкции, введенные администрацией Трампа в отношении трех иранцев, которые были связаны с программой по разработке баллистических ракет. И администрация также призналась журналистам, что рассматривает возможности снятия и санкций, введенных администрацией Трампа в отношении Али Хаменаи, которые были введены тоже Трампом после того, как иранцы год назад сбили американский беспилотник в Персидском заливе. Ну и что касается Израиля, то вот пару недель назад Блинкен заявил министр иностранных дел Иерова Пида, который прискакал и вел себя такой вот герой, впервые в Америке, впервые как министр иностранных дел, и Блинкен ему сказал, мол, администрация учтет опасения Израиля по поводу ядерной сделки в своих переговорах с Ираном. Но уже в середине минувшей недели, то есть буквально через неделю-полторы, издание Гаарец израильское сообщило о том, что по признанию высокопоставленного американского чиновника у Израиля нет влияния на переговорные позиции США в отношении Ирана и его ядерной программы, понимаете? То есть Израиль вообще никак не влияет на то, что собираются сейчас, о чем договариваются США и Иран. Натаньял в этой ситуации через голову администрации возвращался к Сенату и к Палате представителей, к Конгрессу. Нынешнее правительство, Лапид вообще полностью как бы доверяет американскому правительству. Он так и сказал, что мы понимаем, что вот американцы знают лучше, чем мы, и мы как бы доверяем им фактически нашу безопасность. Ну а Беннет, Беннета вообще никто не спрашивает, он как здесь председатель, такой премьерик карикатурный, он вообще, в общем, как бы не удел. И здесь уместно напомнить о том, что основой стратегических расчетов правительства Беннет и Лапиде является предположение о том, что оно может доверить США защиту стратегических интересов Израиля в отношении Ирана и вообще других региональных проблем. То есть мы маленькие, мы глупенькие, мы слабенькие, за нас все будет решать Америка, американская администрация, они же наши друзья, они за нас все и будут решать. Но учитывая текущие приоритеты Пентагона и тот стратегический беспорядок, который, в общем-то, он оставляет в регионе сейчас, израильскому правительству, безусловно, следовало бы как можно скорее пересмотреть это предложение. Но мы понимаем, что с данной ситуацией, с данным правительством Израиля этого не случится. Натаниил вел себя совершенно иначе. Натаниил постоянно подчеркивал, и буквально одно из последних его выступлений было именно то, что Америка наш друг и ближайший союзник, но в вопросах нашей безопасности мы будем думать как бы своей головой и доверять только самим себе. Потом пришел Лапит, который сказал, все ерунда, мы доверяем американским друзьям, они знают лучше, чем мы, и мы полностью, так сказать, в их распоряжении. Ну и вот теперь мы видим, что происходит со странами, которые в полном распоряжении, Афганистан, Ирак. И, конечно, очень не хотелось бы, чтобы Израиль последовал примеру Ирака и Афганистана, которые, по сути дела, сейчас превращаются в Куааки. Ну Ирак уже, Куааки, террора исламского, просто потому, что американцы уходят оттуда, а сама страна разваливается, доверив свою безопасность чужим рукам. Сергей, я думаю, что нам нужно сделать перерыв, и вернемся тогда после рекламы. Хорошо, буквально на несколько минут прервемся, после чего вернемся. Обязательно продолжим. Если у вас будут вопросы, уважаемые дамы и господа, телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Сразу после рекламы звоните. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Продолжаем нашу программу. Еще раз номер телефона 847-400-5200. Телефон нашей студии. Если будут вопросы, звоните. Ну, а мы пока, наверное, продолжим. Да, кстати, по поводу армии. Вот я говорил, мой сын, когда закончил, прошел буткемп, я с ним разговаривал, я говорю, знаешь что, ты не торопись сделать вывод, у тебя контракт на 4 года. За 4 года посмотришь, присмотришься, ну, и потом, в процессе уже после этого, когда он приезжал в отпуск, в короткий мы с ним разговаривали, и мы говорили о том, что, возможно, тебе понравится, может быть, останешься служить в армии, там, карьеру сделаешь военную, и так далее. И он как бы был так, не очень определен. Хорошо, я посмотрю, действительно, пока все идет хорошо, все нормально, его на хорошем счету, ему внеочередное звание присвоили. Но с тех пор, как ЗИЦ-председатель со своим министром обороны стали ставить эксперименты над армией, у него настроение резко поменялось. Он говорит, я теперь жду, когда закончится срок моего контракта. Это факт. И я думаю, что он не один такой. Давайте попробуем принять звонки. Это лучшие люди. То есть это те ребята, которые пришли именно для того, чтобы служить стране и быть ее передовой частью, делать там карьеру, чтобы потом идти дальше, как бы и строить себя и свою страну. И вот у них выбивают почву из-под ног, потому что, да, с точки зрения новой политики, безусловно, ваш сын, он проклятый белый, расист, который на протяжении столетий его предки угнетали, исчезли негров. Хотя, в общем-то, надо признать, что их там не было никогда до последнего времени. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Александр. Уже не первый десяток лет учителя в школах Америки приучают детей к социализму, к повышенной политкорректности и самобичеванию белых. Многие выпускники этих школ уже десятые поколения, наверное, сейчас занимаются ключевые позиции в спецслужбах, в прессе, в судах и инстебриджменте обеих партий, которые и помогли Байдену прийти к классе в прошлом году. Вот, скажите, пожалуйста, вот, только недавно два штата осознали всю вот такую страшность этих стремлений демократов, и в школах они, вот, в Флориде и в Техасе, кажется, они уже приглашают людей, которые жили в социалистических странах, как мы, например, или купинцы и так далее, которые прошли все ужасы социализма. А вот, как дела обстоят у вас в Ирале, мне кажется, у вас тоже людей приучают к любви к арабам, к социализму и пятые, десятые. Спасибо. Спасибо. Ну, у нас, безусловно, это все тоже очень и очень, к сожалению, внедряется, и прогрессистские нарративы, идеи, они идут очень жестко через школы, конечно же, и другие системы обучения, информации и так далее. Что здесь как бы до сих пор сдерживает, немножко уравновешивает эту ситуацию, это, с одной стороны, реальная опасность, которая все время перед глазами у людей, то есть людям наши соседи-арабы не дают забыть и как бы потерять деятельность. То есть стоит немножко только потерять деятельность, как начинаются взрываться автобусы или лететь ракеты, и это как бы в каком-то смысле отрезвляет людей, не всех и не сразу, и, к сожалению, память очень короткая у общества, но, тем не менее, не дают и слишком, может, так сказать, потеряться. Ну и, конечно, в Израиле довольно большой процент, как вы знаете, религиозных людей, людей, соблюдающих традиции, и в этом смысле я считаю, что религиозная традиция, она всё-таки как бы защищает от идеологической инвоктринации не до конца и не полностью, но в какой-то мере снижает вот этот нокаут. Поэтому в Израиле, конечно же, больше всего отказываются подвержены вот такой вот обработке психологической, идеологической, светской публика. Вот, и это огромный сегмент общества, важнейший сегмент общества, и, конечно, это очень больно, но зато и светские люди тоже регулярно ощущают реальность, когда автобусы и взрываются, ракеты падают на голову. Опять же, при Натаньяо, к счастью, этого долго не было, по-настоящему не было большой беды. Люди забыли, память короткая, и вот снова всё началось, и снова мы призвали на свою голову людей, которые приведут нас к взрывающимся автобусам и падающим ракетам. Но, к сожалению, это, кстати, вот такая вот реальность. Да, у нас тоже всё это и исключение. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела бы спросить, что там происходит с Либерманом? Он там какие-то законы дурацкие пытается внедрить или уже внедрил, или их даже не нужно приводить через Кнессет насчёт того, что дети не получают субсидии. Спасибо. Либерман, следующая ситуация. Я, честно говоря, думал, что Либерман, получив одно из самых сильных и влиятельных министерств министерств финансов, и это учитывая то, что 17 его бывших ближайших подвижников были осуждены в разной степени за, по сути дела, распиливание и разворовывание государственного бюджета в разных, так сказать, стадиях, в разных уровнях. Но на этот раз он придёт для того, чтобы формировать себе новых избирателей. То есть он будет раздавать своим приближённым всякие ништяки, он будет создавать программы, которые будут привлекать к нему какую-то публику, каких-то избирателей, чтобы построить себе новый бейс электоральный, потому что его старый бейс, в общем-то, он потихонечку как бы всё-таки он возрастной очень, и для Либермана всё это труднее и труднее опираться на какую-то постоянную базу. Но то, что мы видим сейчас, он идёт на поводу у своей антисемитской части избирателей, те, которые собственно готовы пойти на любые лишения, лишь бы религиозным евреям было плохо. То есть это люди, которые не понимают как правило ничего в экономике израильской, в ситуации израильской, в раскладах, в истории страны. Они просто ненавидят. Раньше Либерман учил их ненавидеть арабов, теперь арабы союзники, а враги религиозные евреи, их нужно ненавидеть. Там, конечно, примешивается и антисемитизм тех людей, которые приехали случайно в Израиль и евреями себя не ощущают, скорее напротив. И для того, чтобы им потрафить, Либерман действительно попытался принять такое распоряжение, даже не закон, потому что он министр финансов, у него есть определенная полномочия, он лишил субсидий огромный слой общества израильского, в котором есть работающая женщина. Какая-то довольно сложная ситуация, смысл этого постановления заключался в том, чтобы лишить большой пласт религиозных евреев субсидий для детских садов. С одной стороны, вроде как, это соответствует его политической повестке дня, мол, мы заставим их работать. С другой стороны, заставляя их платить за садики, даже не так, теперь Харидим выгоднее, чтобы они не работали, потому что если у них работающий, есть работающий человек в семье, то им субсидий не положены. Таким образом, лучше вообще не работать, и тогда ты хотя бы будешь получать субсидии на детский садик. В общем, ситуация глупая, бессмысленная, наносящая ущерб большому условию населения, в том числе Харидим, но не только им. У ультра-это таксальные евреи, по сути дела, только треть от того общественного сектора, который пострадает от этого постановления Либермана, и уже в самом правительстве этом ужасном появились голоса, которые говорят, что это, в общем-то, никуда никакие ворота не годится, но это не закон, который они должны принимать, по сути дела, его полностью епархия, он может делать там, что хочет, пока что непонятно, он этот закон, это постановление принял, будет ли оно имплементировано, будет ли оно осуществлено, пока не ясно. Возможно, что вообще всё это игра, поскольку он принял это решение в тот самый день, когда должны были объявить о приговоре одной из его ближайших подвижниц, которая тоже участвовала в каком-то гигантском распиле бюджета, в таком, что её приговорили к многим годам заключение в тюрьме и колоссальному штрафу, то есть там речь идёт о том, что называется о хищении в особо крупных размерах Фаины Кершенбаум, вот ей должны были объявить переговор, в это время, в этот день все заговорили об этом решении Либермана лишить огромный слой общества, так сказать, субсидий. Неясно, что там происходит, Либерман потихонечку разваливает экономику страны, собственно, как и всё это правительство, но просто у него такая позиция, что там неуч и злодей может навредить гораздо больше, чем, например, в Министерстве экологии. Поэтому, да, мы ожидаем, что в Израиле, в Израиле пока что мы видим падение, например, биржевых акций, то есть всё, что росло при Натаньяо, всё, что связано с экономикой, биржевые акции, рейтинг страны и так далее, и так далее, и так далее, всё это пока начинает уже не подниматься, а потихонечку опускаться, и уже большие компании хай-тека, которым сейчас собираются, Либерман собирается содрать с них большой налог, типа вы тут жировали, и теперь придёт время вам платить. Он не понимает или не хочет понимать, или специально это делает, что большие компании в этом случае просто возьмут и перейдут в другие страны, потому что их в Израиле удерживал только хороший экономический климат. Это понимал Натаньяо, но, конечно, куда с умом Либермана понять что-то в экономике. Поэтому он собирается ободрать, как любой, так сказать, марксист, собирается ободрать богачей. В итоге богачи возьмут свои чемоданчики и переедут в ту страну, где обдирать их не будут. Ну, а израильская экономика полетит туда, где она была до того, как туда пришёл Натаньяо. Вот такая. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вот эти вот новые, как говорится, внедрения Либермана, они проходят через Кнессет? Или это его личное, так сказать, постоянное облияние как министра? Если через Кнессет, как за них голосует Беннет? Это, ну, как бы, он всё-таки правая сторона, жизни Израиля. Он всё-таки считается нелевым. Мне вот интересно, как его избиратели на это реагируют, и как он сам. Спасибо большое. Ну, во-первых, как я уже сказал, это личная епархия Либермана. Либерман для этих постановлений не нуждается в одобрении Кнессета и правительства. С другой стороны, и поэтому он это делает, не спрашивая никого. С другой стороны, он в своё время обещал Беннету, что он не будет пакостить Харидим, не будет пакостить ультратодоксом и, так сказать, загонять их, лишать их всех, всех тех вещей, которые они имели, и то, что у них было, чтобы не разрушать как бы некий статус-кво, некую, так сказать, не делать резких движений, скажем так. Вот всё это он тут же, конечно, забыл, но обещал и обещал. Кто такой Беннет, чтобы выполнять данные ему обещания? Но Беннет ничего в данном случае не видит. Он, конечно, там что-то побулькал, но его всерьёз в этом правительстве никто не воспринимает, потому что даже у Либермана в коалиции фракция больше, чем у Беннета. Так с какой стати вообще слушать, что там Беннет будет говорить? Но в данном случае его даже и не спрашивали. Ну а что думают избиратели Беннета? По-разному. Часть избирателей в шоке от того, что Беннет, который называл себя правым, вот, заметили, сейчас состоит в коалиции антисионистов, в коалиции, в которой левые являются большинством. Другие, наоборот, поддерживают бурно и говорят, молодец, Беннет, всё хорошо, главное, что вот Натаньяу свалили, Натаньяу страшное зло для Израиля, как Трамп для Америки. И поэтому, конечно, самое важное, что вот Натаньяу нету, а всё остальное ерунда. Так что люди разные, по-разному я делаю. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Вы слышали, то, что вы говорите про Либермана, вы знаете, он и раньше, в смысле, давно не скрывал об этом. Но, как я понимаю, его цель, которую он себе поставил давно, он хочет быть премьер-министром Израиля. Я говорю, я себе могу всё представить, только не представить Либермана на посту премьер-министра. Он сам может сказать, смотрите, какая у него он был, министр обороны, теперь министр финансов, он кем-то ещё был. Вы понимаете, вы тоже видите, это что, это его конечная цель, так сказать, final destination, быть премьер-министром государства Израиля. Не дай бог. Окей, спасибо, я вас послушаю. Ну, безусловно, Виктор Либерман не скрывает того, что он хочет быть премьер-министром Израиля. И я, конечно же, считаю, что это уже ужасно. И я очень надеюсь, что этого не случится. Другое дело, что, судя по его нынешним действиям, Израиль может не успеть дожить до того момента, когда Либерман доберётся, наконец, до заветного кресла. То есть, эта команда вместе с Либермана может угробить Израиль быстрее, чем Либерман сумеет растолкать всех других претендентов и захватить премьер-министерскую власть. Но да, безусловно, амбиций у этого человека очень много. Я не знаю, кому он служит и на кого он работает. Я не знаю, в какой мере он, так сказать, действует как независимый игрок, а в какой мере выполняет поручения тех людей, от которых он зависит, от кого получал деньги и от кого получает указания сегодня. Может быть, когда-нибудь мы узнаем подробности и поймём, что стоит за этим человеком. В любом случае, безусловно, это отрицательное явление израильской политики, одно из худших, на мой взгляд, явлений в израильской политике, представляющее самые низменные, самые грязные, самые гнусные вещи в нашей политике. И да, сегодня он министр финансов и, по сути дела, самый опытный и самый влиятельный министр в этом правительстве. Добрый день, пожалуйста. Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин. Алло. Да, пожалуйста. Можно вопрос задать? Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, задавайте. Будьте добры. Скажите, пожалуйста, а что у Либермана, вот его партии, в основном русскоязычные или нет? Ну, кто там большинство? Я имею в виду, что вы же, собственно говоря, единственный такой политик, претендующий на премьер-министра и так далее. русскоязычный русскоязычный или сейчас русскоязычный я бы сказал так, что у Либермана, безусловно, есть электоральный бейс и это русскоязычная публика, причем очень специфическая русскоязычная публика. Часть это люди, которые, прожив даже 30 или больше лет в Израиле, так и не сумели понять, что они живут не в Советском Союзе, а в Израиле. Они читают русскоязычные газеты, они слушают русскоязычное телевидение и радио, обычно российское. Они из израильской политики не знают только Либермана. Они считают, что кругом враги, что им все не додали, что им, людям, приехавшим, например, в 60 лет в Израиль, которым платят пенсию за то, что они никогда не работали в Израиле, просто потому, что они приехали и получили гражданство, что им положено гораздо больше, и у них злодеи, типа, например, ультрадоксальные евреи все отобрали их. Их хлеб, и поэтому и жируют на их деньги. И вот эти люди, безусловно, голосуют за Либермана, потому что вот он им всем задаст. Им всем, это всему остальному Израилю. Есть публика, как я уже сказал, которая приехала в Израиль. Кто-то пересидеть Путина, они так откровенно об этом и говорят. Кто-то, потому что здесь бесплатное и хорошее лечение. У них есть возможность получить израильское гражданство, например, потому что кто-то из их предков был евреем. При этом они себя евреями не считают. И, в общем-то, даже к евреям относятся с некоторым часто, с некоторым предубеждением. И им тоже импонирует вот этот откровенный такой антирелигиозный настрой, по сути дела, как бы антиеврейский и антисемитский настрой партии Либерман. Есть разные другие группы, поддерживающие Либерман. Например, интересанты какие-то. Вот на последних выборах Либерман внезапно получил немалую поддержку в арабских деревнях. Что он там конкретно пообещал арабам и друзам в этих деревнях, мы даже толком не знаем. Наверное, какие-то ништяки. Арабы никогда не голосуют просто так. И уж точно не за Либермана. Они бы голосовали по своим соображениям. Значит, им что-то дали. Им что-то обещали. Может быть, обещали и наврали. Может быть, обещали и заплатили. И, безусловно, сейчас, будучи министром финансов, Либерман сумеет найти себе еще новые группы сторонников, которым что-то даст. И за это, так сказать, они ему дадут его поддержку. И, безусловно, конечно, играя на антирелигиозных настроениях, на ненависти к харидим, он получает какую-то часть от израильского общества, которое вот тоже так же всем сердцем ненавидит религиозных евреев, хотя они просто не читают, например, что пишут агитаторы Либермана на русском языке. Иначе бы все-таки, будучи израильтянами и евреями, им бы, наверное, стало страшно. Они бы не захотели быть сторонниками партии, использующей иногда буквально, на мой взгляд, уже мало чем отличающуюся от Дехштурмера агитацию. Вот как-то так. Спасибо, Александр. Ерлапид поздравил нас с Днем Независимости, это вызвало такую своеобразную реакцию тех, кто видел это поздравление. Дело в том, что Ерлапид, это такая, я бы сказал, гордость нашего национального позора. Он не устает зажигать, это человек, который не имеет даже школьного законченного образования, и он регулярно выдает какие-нибудь глупости, так сказать, с опломбом, потому что, в общем-то, он бывший диктор, он говорящая кукла, и его функция речи не связана с функцией осознания этой речи. Однажды он там говорил об одном из людей, что тот, как Дон Кихот, скакал на своей Дульсине, имея в виду Рассинанта, разумеется, но Ерлапид не очень разбирается, кто там Дульсине, а кто там Рассинанта. А другой раз он говорил, рассуждал о великом греческом философе Коперникусе. Вот, и поляки им до сих пор никак не могут забыть о том, что Коперникус с точки зрения Ерлапида великий греческий философ. И вот теперь это чудо стало нашим министром иностранных дел. И вот, пытаясь поздравить американский народ с Днём Независимости, он взял новую высоту в сфере невежества. Он поздравил на иврите американский народ. Ну ладно, ему недавно объяснили, что на английском лучше бы ему не писать, потому что он тут написал такое, когда был в Эмиратах, написал на английском языке, ну, как он думал, на английском языке, некий текст, который даже школьники, в общем, осмеяли. И вот Фитт больше решил не позориться и в Твиттере пишет теперь на иврите. И вот на иврите он поздравил американский народ с Днём Независимости, всё было замечательно, а в конце поставил как бы для красоты, как принято в Твиттере, два флага, израильский и флаг, как он думал, флаг Америки, США. Но он немножко перепутал, видимо, опять же, школьное образование незаконченное даёт о себе знать. Он поставил флаг Либерии, Либерии, я понимаю, что флаг Либерии, он немножко похож на американский, там тоже есть звёздочка, правда, одна, и тоже есть полосочки, и цвет тот же. Ну вот министр иностранных дел Израиля, как выяснилось, не различает флаг Либерии и США. И поэтому, как бы поздравив Америку и поставив флаг Либерии, я не знаю, может быть, это был такой очень высокий высокий уровень троллизма, да, как это говорят. Он хотел намекнуть, что нынешние США скоро станут Либерии, но я боюсь, что у Лапидона на такой тонкий юмор и сарказм не хватило бы просто ума. Главное, если бы он понял, он бы тут же умер от страха, потому что он лебезит перед американской администрацией. И вот этот явный просто промах, просто потому что человек недостаточно грамотен. И вот это вот чудо сейчас у нас министр иностранных дел и фактически глава правительства, потому что именно он обладает большинством в правительстве, и через два года, если всё пойдёт, как оно пойдёт, он станет нашим премьером. И тут, конечно, надо просто как бы молиться Богу, чтобы у нас были силы пережить это правительство, не умерев от стыда и от смерти сквозь плёд. У нас ещё осталась одна тема, но, очевидно, мы об этом поговорим уже в следующий раз, поскольку времени не остаётся. Это закон о гражданстве, который провален был. Расскажите, а? Да, это трудная тема, Сергей, и нам точно не удастся за одну минуту её описать, потому что лучше давайте поговорим о ней в следующий раз. Спасибо. Спасибо огромное, Александр, и до встречи в следующий раз. Да, и до встречи в следующий раз. До свидания.